Достижения современной техники на службе правопорядка. В столице Чувашии с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. О том, какие результаты принесла система «Безопасный город», говорили сегодня в МВД Республики. Сегодня наблюдение за порядком в городе происходит при помощи 175 камер, установленных в разных районах столицы в рамках программы «Безопасный город». Из центра управления сотрудник может контролировать любую камеру, приближать все подозрительные детали вплоть до человеческого лица или номера автомобиля. До конца года таких камер в городе должно стать 250. Всего же в Чувашии работают 7800 систем фиксации. В январе этого года в столице была внедрена система геопозиционирования, которая дает возможность отследить местонахождение каждого наряда полиции и, соответственно, обеспечить его прибытие к месту преступления в считанные минуты. Кроме этого, система будет активно использоваться во время проведения публичных мероприятий. В 2012 году на «Безопасный город» и средств городского бюджета было потрачено более 35 миллионов рублей. Актуальное значение в повышении эффективности предупреждения о пресечении и раскрытии преступлений имеет оснащение предприятий и организации различных форм собственности при дворовых территориях, подъездах домов, приборами, видео и фотофиксации и их дальнейшая интеграция в единую систему ПК «Безопасный город». Данный шаг будет способствовать повышению эффективности и оперативности в раскрытии преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах республики. Камеры устанавливают не только органы правопорядка, но и обычные граждане и организации. К примеру, поставить камеру в подъезд можно за 20-30 тысяч. Средства сравнительно небольшие. Три дома в Новоюжном районе, которые обслуживает ТСЖ «Рассвет», были оснащены 16-ю видеокамерами. Эффект стал виден сразу. Прекратились кражи из автомобилей, резко снизилось число происшествий. Мы собирали где-то по 300 рублей с каждого жильцов. Установили. После этого кода 2-3 мы проблем в доме вообще не знаем. Но это для жильцов хорошо. Мы хотим еще дополнительную камеру устанавливать. У нас на детские площадки идут. Приходят что-то проверять. И вы приходили, я знаю, к нам. Когда было у нас с оврага машину гонять. Все время к нам это даем. Но как-то было с моей стороны, конечно, не давать. Но я поняла, что мы как первое требование, мы должны это все выдавать вам. Полицейская статистика говорит о том, что уровень преступности в республике с каждым годом снижается. Безусловно, в этом положительном результате большую роль сыграло внедрение средств видеонаблюдения. Так уже в 2013 году с помощью камер было выявлено 8 преступлений и почти 300 административных правонарушений. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Андрей Шоклев, Республика.